Опытные команды у Костромы, опытные тренеры сделали все возможное, чтобы обыграть нашу команду. Где-то сушили игру, где-то использовали те всего 2-3 момента, которые могли бы привести голы. Два из них завершились голами, но третий я комментировать даже не хочу, потому что никого пенальти там нет. Во всяком случае пенальти не дают за такие. В придачу Кауди со свистком у нас уже который матч не получается забить гол с игры. Нет опытного нападающего. Первая причина, наверное, что Дима Визьмикин у нас травмирован. Наверное, в этом главная причина для нашей команды. Не знаю, очень большой роль играет. Наверное, так. На послематчевой пресс-конференции тренер «Спартака» Аркадий Красавин сиял, как начищенный самовар. Однако, когда разговор зашел о судействе, наставник красно-белых попытался уйти от деликатного вопроса. Вы говорите по существу. Вас интересует, кого убили. Кого здесь убили? Никого здесь не убили. Три мяча вам забили Владимиру? Три мяча вам забили Владимиру? С которым вы жаловались на судейство? Все! Эта тема не актуальна. Наш наставник Евгений Дурнев не скрывал своего разочарования. Однако, в более чем деликатной форме дал понять, что «Спартак» и без посторонней помощи в состоянии пробиться в первый дивизион. Мы играли плохо, они играли лучше. Но, как говорится, у страха глаза велики. И я считаю, что костромячам вообще бояться нечего. Зачем чего-то бояться? Страховаться? То есть, вы говорите по судейству. У меня тоже есть претензии, но я считаю, что в нем бояться-то ничего. Вы и так спокойно выйдете в первый либок. Также наш главный тренер не стал вешать всех собак на арбитра. Проиграли-то мы сами из-за себя. То есть, первый быстрый гол. Да мы знали, что и бегут они с самого начала. Просто некоторые футболисты у нас то хотят играть, то не хотят играть. Понимаете? Тут дело в отношении футболистов к своим профессиональным обязанностям. Мы возвращаемся с Волжских берегов. На счете. Но это не значит, что все плохо. Основные битвы нас ждут впереди. Мы ждем Костромской «Спартак» во Владимире, где одолеем ее в честной борьбе.